Календарная зима подходит к концу, но для озеленителей весна началась еще осенью. В 12 теплицах участка озеленения Букдеп выращивают свыше 200 видов цветов и более 260 лиственных и хвойных пород кустарников и деревьев. Среди них любимые бобручанами бегония, петуния, бархатцы, туя, гортензия, анютины глазки, роза и, конечно, главный вестник весны – тюльпан. Было закуплено 55 тысяч луковиц, все сорта голландской селекции, всего их 14 сортов. Это будут и фиолетовые, и чернильные, и розовые, бордовые, желтые, белые, перламутрово-розовые, насыщенно-малиновые. Тюльпан, по словам главного агронома, пользуется огромным спросом у населения, поэтому в 2020-м количество саженцев символа весны стало на 5 тысяч больше. В теплице с тюльпанами поддерживается температура в 16-18 градусов со знаком «плюс», что позволяет растению нормально развиваться. Также неспроста их накрывают газетами, так стимулируют рост. Выращивают здесь и цветочную королеву розу. Правда, пусть она и царица, но, говорят специалисты, в праздничные весенние дни тюльпанам не конкурент. Судя по прошлым годам, все-таки наибольший спрос пользуется тюльпан, как символ весны. И чаще всего покупают тюльпаны, чем розы к 8 марта. Помимо цветов на срез, популярностью пользуются комнатные и хвойные растения. Драцена, пальма, кактусы в горшках, можжевельник и туя. Но основную площадь степлиц занимает цветочная рассада, которая, по прогнозам, с середины апреля украсит городские клумбы. С каждым днем столбик термометра поднимается все выше. И если погода продолжит радовать нас и дальше, не успеем оглянуться, как городские клумбы запестрят яркими красками. Всего в этом году планируется высадить около полумиллиона растений. Одними из первых на улицах Бобруйска появятся анютины глазки, а позже петунии, бегонии и бархатцы.